Здравствуйте! Наконец-то наступил вечер пятницы, как на прошлой неделе и как наступит на следующей. И в эфире телеканала ТНТ Онега программа «Наш взгляд» и я, Никита Власов, и Юля Романова, которая представит гостя. Здравствуйте, уважаемые телезрители! И сегодня у нас очаровательнейшая гостья. Зовут ее Наталья. Наталья Игрокова у нас имеет очень сложную должность, но на самом деле такой легчайший человек, а должность Наташеньки такова. Можно прочитаю, потому что не успела выучить. Менеджер по связям с общественностью в Карельском региональном отделении Союза художников России. О как! У меня сразу вопрос, какие они художники? Художники? Очень интересные, но очень разные. Потому что люди творческие, они, ну, немножко не такие даже, а иногда, может быть, очень множко другие. Ну, и то, что они мечтают, может быть, чаще о том, что они что-то хотят выплеснуть на полотна то, чем они живут, свои страсти, свое горе даже. Мне кажется, что вот они такие, может быть, на показ они могут свои чувства выставить только через свои работы. А любимчики есть у вас? Художники? Да. Ой, я даже боюсь кого-то. А много там художников? Нет, вы можете сказать «да, нет» и все, и не называть фамилии. Нет, ну так, чтобы совсем уж любимчики, ну, не знаю. Я стараюсь ровно относиться, но есть, которые, может быть, более благосклонно относишься или как-то более… Нет, а может быть, есть вот творчество… С придыханием. С придыханием. Может быть, есть творчество какого-то художника, который очень близко вот себе по духу. Есть такие, да? Или все такие настолько лично самовыраженные, что… Нет, вы знаете, они вроде как и одинаковые, с одной стороны, потому что пишут картины и маслом, и декоративное прикладное искусство, а с другой стороны все-таки нет любимчиков. Я боюсь. Правильно, правильно. Я бы никого не называл. Как говорится, как бы никого не обидеть и не забыть, потому что раз скажут «любимчик», так, 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 а этот… Нет, ну, у нас же 68 человек. Да. Вот представьте… 68, да. Членов Союза художников, поэтому представьте, как я сейчас скажу. И все пишут картины? Или разнообразное творчество там? Нет, есть же, конечно, разные жанры. Занимаются живописью. Это вот масло, может быть, на холсте, на картоне, то, что вам знакомо. Конечно, графика. Сюда относятся и стампы, и акварель тоже считается как графика. Есть же и пастельные работы, декоративно-прикладное искусство, там, может быть, резьба под деревом, может быть, какие-то арт-объекты. Это тоже к этому относится. Ну, даже и видео-арт у нас есть. От вашей работы как зависят художники вот эти? Что вы приносите, что вы вносите в их жизнь, в их творчество, своей профессией, своей должностью? Ну, может быть, где-то какие-то действия именно административные, там, в помощи. Наверное, я эти действия, ну, как бы упорядочиваю их, потому что я отвечаю. Ой, легче сказать, за что я не отвечаю, наверное. А вообще, как союз художников, да, это объединение, в принципе, ну, люди, они... Да, это не коммерческая организация, объединение, да. А вы, получается, выполняете какую-то административную функцию? Да, да. И в чем она заключается? Ну, во-первых, она заключается в том, что у нас ведь есть документация, у нас есть устав, значит, проводится деятельность по тому, чтобы помогать художникам, там, социально, может быть, деятельность. Но так как вышестоящая организация у нас в Москве, секретаря союз художников России, он в Москве, поэтому какая-то материальная помощь, значит, мы оформляем, так сказать, всю эту помощь. Или вот, пожалуйста, сейчас готовимся к премии САМП, будем говорить. Это что? Но премия САМП – это премия Министерства культуры, которая проводится раз в два года. Поэтому вот учреждения культуры и некоммерческие организации, союзы, они подают заявки. Заявки на тех людей, которые считают, что они вот за эти два года что-то привнесли, да, привнесли именно в Карелию, вот, как художники, другие союзы, так, как композиторы, писатели и так далее. Поэтому, конечно, зависит от того, как мы оформим, как представим документы, потому что, ну, будем говорить честно, что не все же знают досконально все тонкости. Ну, вот есть такой художник, вроде как есть, и до конца что он делает, что он пишет или где он защищает честь республики, что очень часто бывает. Ну, не всегда будем говорить, что информация есть, поэтому вот в этой такой творческой характеристике, в представлении тоже… А сложно попасть в Ваш союз художников? Не сложно, если Вы обладаете профессионализмом. Это главный критерий. Нет, вот профессионализм в плане подтвержденный документально, диплом или что-то, или профессионализм в качестве работ, которые ты сделал… В качестве работы. В качестве работы. То есть корочка для этого не нужна или нужна? Ну, она, конечно, приветствуется всегда, это всегда хорошо, если есть у Вас… Это лишняя галочка, лишний плюсик, да? Нет, это не галочка плюсик, это говорит о том, что Вы получили начальное ли образование, потому что есть средние учебные учреждения, люди заканчивают, и высшие учебные, есть и средние, высшие, очень… Это обычно старшее поколение, которое 5-8 лет они посвятили этому, поэтому они и высшие в профессиональном плане. Поэтому, но есть люди, просто я не хочу сейчас называть фамилии, чтобы… Но есть художники, которые достаточно известны и у нас в Карелии, и вообще в России, даже за рубежом, но у них нет профессионального образования как такового. Но они вот, ну вот, талантливые. Много, они выше, может быть, из всех. Да, да, трудоголики, ведь трудом очень много. Это не так, что вот у Вас есть талант, Вы, ну, талантливый человек, несколько работ написали, прогремели. Естественно, слава – это очень сложно для любых людей. И потом все это… А дальше Вы вперед не пошли, и Вы не потянули. То есть, и Вы… А это очень… Художники очень чувствительные люди, другие. То есть, они… Это… Если Вы работу выставили на выставке, значит, любой художник или кто-то имеет право сказать о ней, как она выполнена Вам. И тут уже не зависит улыбаться, в смысле, или Вам улыбаться, или Вы там обижаетесь. Выставили работу на выставку. Держи удар. Да, да, на общее обозрение. Но это не обязательно, что, значит, все давайте ругать работы. Я считаю, что… Ну, талу по часу даже труднее вынести, чтобы вот именно не наесться ей. Все, я сделал. Я теперь буду пожинать лавры, собирать дивиденды с одной картины, с одной картины. А потом наши художники, знаете, надо отдать должное. И вот наши два мэтра, будем говорить, таких народных художников России, это Борис Николаевич Поморцев и Валентий Сергеевич Чекмасов. Насколько вот я знаю их уже, я работаю с художником где-то около 20 лет, вы знаете, они всегда откликаются даже на те предложения, которые вот, ну, пришла там девушка или молодой человек, ну, вот, может быть, отчасти его работы любительские частично. Но если им хочется с ним встретиться, вот, в мастерскую попасть, понимаете, это же свой мир. Вот это в самом деле очень чудесно. И, да, и чтобы они ответили или помогли, подсказали, в каком, ну, как им, может быть, что-то не так пишут, там, композиция. Они всегда идут навстречу. Это практически все наши художники такие. Вот вам-то, на вас как-то отразилось общение с таким спецконтингентом в течении? Да, 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 я думаю, что, знаете, да. Потому что свой мир богатый творческий. Расскажите уже, Наталья, потому что, судя по тому, что вы перечисляете, там, такой богатый, что вам не только в одном союзе художников-то нужно состоять, а вообще вот творческих деятелей. Расскажите, что умеете, чем владеете. Ну, дело в том, что работать такое количество времени с людьми такого характера, конечно, это невозможно. Нужно быть совсем бесчувственным, чтобы чему-то не захотеть попробовать. Но, во-первых, это то, что благодаря моему мужу мы занимаемся воздухоплаванием. Это правильно называются тепловые аростаты. Как братья Монгольфье. Да, да. И, ну, я поднималась всего там самое большое, 500 метров. Безумно страшное ощущение. Ощущение, так как я боюсь высоты, я трясусь в этой корзине, потому что чувствую, что она поднимается, он поднимается плавно. Но это так здорово, так прелестно. Вот ты паришь, ты летишь, и потом страх все-таки куда-то отходит. Эти ощущения ни с чем не соизмеримы. И что бы я вам сейчас ни говорила, ну, это вам нужно хоть один раз подняться в воздух. Я во сне очень часто летаю, но вот так вот собраться и вот так полететь, я не знаю. Но мне нужна, наверное, видимо, хорошая компания, потому что 50 человек легкий на подъем, видимо, и на аэростате. Я просто думаю, что мне надо попросить парашют, и я тогда смог бы две своих хотелки исполнить. И на аэростате полетать, и если что, с парашютом. А вы знаете, у нас же ведь аэростат, он был, и приезжал дважды. Вот если вы помните. И видел, в парке пионеров больше были. Ну, там хотели поднять его, но в связи с тем, мы там были, как бы помогали, как помогам-то говорят. Да, но дело в том, что там определенный ветер очень много играет. Если он выше пяти баллов, там, то это как бы сложно. То есть там очень смотрят за безопасностью однозначно, чтобы никаких там не было, так сказать, отклонений, не дай бог, каких-то трагедий. А кроме аэростатов? Да, вот полеты во сне наяву, а еще что? Буквально, да, буквально то, что у нас в прошлом году. Я попробовала себя в войлоке. Во-первых, я сначала занималась куклами из самозатвердевающего пластика. Попробовала несколько штук. Это, конечно, было очень интересно. Мне потом сказали, что вот попробуйте войлоком. Я панически от этого отнекивалась. Я не в жизни человек нетерпеливый, потом очень мнительный, потом слишком эмоционально. Здесь нужно сосредоточиться все-таки. Но потом рискнула, и, к моему большому удивлению, вы знаете... Вот скажите, пожалуйста, вот это войлок, вот это называется правильно валяние, да? Да, валяние по мокрому. Валяние по мокрому. Я так понимаю, что вот как вы мне рассказывали, что на самом деле вот эта рыбка, когда она выкладывается, она размеров во сколько раз больше? Дело в том, что зависит от шерсти. Размер первоначально, когда выкладываете, может быть, больше вот этой рыбки от 50 до 70 процентов. Опа! Вот представьте. Это как кит, рыбакит, а она потом... Потому что шерсть, шерсть, вы ее сваливаете, ну, вы сначала раскладываете на определенной форме, которая, так сказать, при пропитке водой, она с ней ничего не делается, естественно, ни на газете, ни на бумаге. Выкладываете шерсть. Шерсть в больших матках. То есть, ну, нужно очень тоненько, так сказать, эту прядь вытаскивать. От этого зависит, толстая она будет неуклюжая или она будет тоненькая. Ну, укладываете эти. Затем водой, мыльной, мыльной водой пропитываете. Пленка такая, знаете, как стреляющая, попурчит. Да, да. Мебель оборачивает, да. Ну, и потом, когда видите, что она как бы некоторое время побыла, затем разглаживаете руками. Если вещь более крупная, или уже вы не просто валяете, на двух занятиях были, и вам это неинтересно. Например, мы приобретаем, и у меня тоже я приобрела машинку. Ну, так интересно, она виброшлифовальная. Понимаете? Потому что за то, что она, в связи с тем, что она вибрирует так, то есть она дает вот этой шерсти волокнам, они сваливаются, то есть они как бы слипаются. Там самое главное, вот после всего этого вы еще должны руками это помять, погладить. Ой, Кир, давайте я дам попробовать, Никита, тебе помять, погладить. Можно просто перевалять, оно будет очень жесткое и неприятное. Друзья дорогие, желаем вам творчества, тепла. Мужья, одобряйте, пожалуйста, творчество ваших жен, потому что вот такой красоты, конечно, на жизни не хватает. На этой яркой весенней оптимистической ноте разрешите откланяться. Спасибо, Наташенька, большое. Никита, спасибо тебе тоже. До встречи через неделю в пятницу в программе «Наш взгляд». Пока. Субтитры подогнал «Симон»!